МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В финале заберет один. Реальная кухня. Новый ресторан в большом городе. 15 человек готовы на все, чтобы создать успешный бизнес с нуля всего за два месяца. Им предстоит стать единой командой, чтобы реализовать общую цель. Еженедельно их становится все меньше. За 8 недель ресторан заработает несколько миллионов рублей. Но все эти деньги в финале заберет один. Новым шеф-поваром реальной кухни стал Артем. Амбициозный Кирилл очень ждал от нового шефа высокого назначения, но его оставили работать на мойке. Расстроенный таким положением вещей, Кирилл саботировал рабочий процесс. В наказание он был разжалован в поломойку, без права доступа на кухню. А время его обязанностей распределили среди остальных членов коллектива. Уставшие от подготовки к открытию и работой с клиентами, ребята начали срываться друг на друга. По итогам непростого дня лучшей была признана Женя, а худшим Кирилл. Подъем! Восьмое утро! Давайте, через час выезжаем, сегодня опаздываем. Санек, доброе утро! Участники проекта еще не успели отдохнуть от вчерашних испытаний, а их уже ждет новый день автономного плавания. И он будет отличным! Да, все еще дома. Мы вот с Максом едем на рынок закупать продукты. Дело-то ответственное. Кому можно у нас из ребят доверить это задание? Я думаю, только мы. Быстро закуп сделаем. Давай быстрее! О, вот здесь, смотри. Смотри, ягоды хорошие. Ягоды берем. Давай, все, ягоды, апельсины. Как называется сорт апельсинов? Честно, я думаю, вместо Сандры где-нибудь в Сочи. Там, но не здесь. А плепих? Зачем? А что так дорого? Все, давайте, давайте. Давай, по 130. Смотри, как ягоды смотрятся. Вот так вот берешь. Да это все понятно. Максим стал себя более компетентно вести в некоторых вопросах и, соответственно, у ребят заслужил уважение. Все, 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 вот этого хватит. В какую цену? 150 рублей. Хорошая. Нам только нужна еще такая же. Не до 50 рублей. 130, а дашь? Сладенькие. Помыл бы, вон, краны везде есть. Управляющие и ест грязные фрукты. Это ужасно. Пока я помыл. Капуста есть, да, совойская? Совойская. Так, дай посмотреть. Ну-ка, убери с весов все. А что, у нас обвесы пошли, да? Конечно. Я, например, был бы продавцом, я бы ему навешал такой лапши и напродавал бы такого товара. Скидка где? Мы договорились об одном, ты мне замудрил мозги. Давай 3000. 200 рублей. Давай, давай. Все, давай дальше. 10 тибасов сейчас возьмем и все. 10 штук хватит. 370. Все. Три курицы даже. Три. Студентам надо же делать скидки. А мы все взяли? Да, все мы купили. Точно? Точно. Ты молодец сегодня вообще. Прям барыга от бога. Всех там, всех, всех торговцев расчесал. Пожалуйста, там уже торгуйся, все красиво будет. Дай мне отчет, я же управляющий. Вот смотри, у нас составляет общая сумма затрат, то есть то, что мы потратили, 14 950 рублей. Мне было 14 999. Честно говоря, когда Максим с Андром поехали на закуп, мне это показалось несколько странным. И я думаю, возможно, там у них был какой-то разговор. И вообще, я считаю, что несколько неправильно, если поставили на позицию шеф-повара, то можно и мне тоже съездить на закуп. Артема? Да, выскочку эту. На кудрявую. Мы с Максимом ехали в автобусе и договорились поддерживать друг друга. Мне нравится твоя работа, и я тебя обязательно на голосование поддержу. Хитрый жук. Ну а что, может быть, давай расслабимся и включим Radio Energy? Да, Егор, включи. Включи, пожалуйста, нам радио. Мы хотели бы колбосяки. Давай. 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 Здравствуйте. Добрый день. Сегодня каждый из вас сможет бросить вызов нашему шеф-повару Артему. Кто победит, займет его место. Попытка не пытка, мне кажется. Баттл у нас сегодня пройдет по кондитерке. Есть смелые? Поднимайте руки. Смелела. Фактив. Ребят, Аня. Я хотела поучаствовать в кулинарном поединке с Артемом, потому что хотела стать на межше повара. Саша. Мне без разницы, на самом деле. Я, знаешь, ты меня сейчас не выберешь. Так, Сандро, Аня и Саша. Так, у нас можно участвовать только один раз. Раз в неделю? Да, раз в неделю. А тогда можно я, тогда лучше завтра? Саша у нас вне игры. Получается у нас Аня и Сандро. Ну, давайте, девочки, уступим. А мне хочется дать шанс Сандро. Ты готов побороть Артема? Да, и побороть. Тогда сегодня вы готовите десерты. Быстро переодеваемся и встречаемся на кухне. А, можно взять помощников? Назови, кого бы ты хотел видеть у себя помощников. Ну, я бы хотел, не знаю, все-таки мне хочется поближе с Аней. То есть ты Аню хочешь, да? С ней привезти в время. Помощники. Да, помощники. Сандро хочет Аню. Аня, а ты хочешь Сандро? Помощники к Сандро, конечно, я бы пошла. Я хотела бы участвовать в баттле с Артемом на место шеф-повара. Но получилось так, что выбрали Сандро, и Сандро взял у меня ассистента. Хорошо. Эти двое хотят друг друга, и поэтому они сегодня работают в одной команде. Артем, а тебе нужны помощники? Я все сделаю. Хорошо. Кто будет поддерживать Артема, поднимите руки. Раз, два, три, четыре человека. Кто поддерживает Сандро? Раз, два, три. Переодевайтесь, мастера кулинара-кондитеры. Начинаем работать. Итак, сегодня Сандро Наумович Данилов бросает вызов нашему шеф-повару Артему. Ты готов, Сандро? Конечно. Всегда готов. Наумович Данилов. А ты, Артем, готов? Да, готов. Артем. А теперь готовим десерты. Сандро готовит первый. Поехали. Будет у нас, значит, десерт с ароматом свежих ягод и легкий сливочный заварной крем. Ты занимаешься бисквитом. А я думаю, что это будет слоями еще, да? У нас уже были еще слоем. Нет, надо не берешь туда. 300 грамм молока до кипения доводим, а 100 грамм вливаем в сам скрем, да, чтобы его смешать. Мы с Сандро пополам приготовили этот десерт. Равноценное. Кто меня там сладкой назвал? Булочка-брибок. Я буду соответствовать. Булочка-брибок. Можно по-русски? Я не понимаю немножко ваших терминов. Кукурузная мука в крем идет. Кукурузная мука в крем? Да. Очень интересный, да, рецепт? Вот так. Бисквит с мамалыкой. Блин! Давайте, ребят, дождемся уже и посмотрим, что будет, да. А ли бисквит? Ну, обычный простой бисквит, я не знаю. А шоколадный или простой? Обычный бисквит, но... А с чем? У него все плохо. С ягодами, со сливками, ягодами. Десерт-фрезерьер, нежный бисквит, заварной крем, ягоды и ягодный соус. Итак, друзья, шоколад кондитерский, два яйца, два белка, а также сахар, мука, какао, чтобы посыпать формочки. Сейчас шеф-повар Артем приготовит свой десерт и постарается защитить свой титул. Думаю, что фондан все-таки больше подошел бы как ресторанные блюда, нежели какие-то намазки, которые, как я понял, делались из каких-то заготовок. И основную работу там сделала Аня, как я знаю. Ой, что тут у нас? Десерты? Гатош шоколадный или фондант, да? Вкусный? Сладкий? Не пойму. Сейчас попробуем, что это. Навалено тут все прям... Слоями. Навалено слоями. Вкус отличный. Я убираю это блюдо. Это чье? Майор. Выходи. Отсюда навсегда. Сандро победил в баттле. Это отдельная тема. Кто как побеждает, да? Значит, так надо было. Поэтому он стал на роль шефа. Артем, твой звездный час остался позади. Жалко было, конечно, Артему, что он проиграл. Но здесь постанова такая. Начальник выбрал. Значит, выбрал. Сегодня шеф-поваром становится Сандро Наумович. Потому что ему его десерт понравился больше, чем десерт Артема. Спасибо. Похлопаем шеф-поваром. Я всегда рад, когда меня назначают в руководящий состав, потому что это мое. Мы отработали, в принципе, удачно. Я выбрал нового шеф-повара и держал весь вечер, пока он там пытался справиться со своим персоналом. Я хотел постебаться, и я не знаю, где он там работал. Но мне хотелось бы съездить в Сочи и, ну, глянуть на его супер-кейтеринговую компанию. Сандро, а ты можешь мне на десерт поставить, потому что мне будет сложновато, там у некоторых ребят освободиться. А, нет проблем. Честно говоря, мне абсолютно не обидно, что я проиграл в баттле. Я попросил Сандро поставить меня на кондитерский цех, чтобы я лучше начал осваивать кухню, потому что, ну, кондитерка там заготовки сделала, спел пироги, и можно, в принципе, и ребятам помочь узнать всю технологию приготовления заодно и посмотреть, что где лежит. Ну, ты выпечь сможешь этот корж? Да, конечно, я бисквиты хорошо пеку. Все, отлично, отлично. Здесь, смотри, здесь ничего сложного. Ягоды у нас стоят. А мне Анька подскажет, она же здесь. Да, вообще это не проблема. Ты пока будешь этим заниматься, Анька мне сейчас расскажет. Спасибо. Итак, напоминаю, у нас сегодня новый шеф-повар Сандро Наумович. Прошу любить и жаловать. Спасибо. А теперь, шеф, предлагаю выбрать тебе команду, с которой тебе сегодня работать. Кирилл, подмастерье. С шефом? Да. Да. Хорошо. Я, наверное, предполагал, что, конечно же, он меня с собой возьмет, потому что он во мне уверен, и ему нравится то, что я готовлю. Он просопал на кухне и орал Белиссимо, что значит великолепный итальянский. Кирилл, если понял, скажи, что ты готов помогать шеф-повару? Да, с удовольствием шеф. На кухне у нас еще Анна. Она занимается кондитеркой. И на горячку нужно двоих. Александру и Александра. Добралась до кухни, дали возможность попасть на кухню. Я счастлива. Валера. Посудомоечная машина. Меня перевели на посуду, потому что я думаю, что пришло мое время там побывать. Ребят, теперь поднимите руку, кто остался, кого не назвал шеф-повар. Олесь, метродотель. Мне не нравится ни на какой должности в ресторане. Мне хочется иметь свой ресторан лично. Сергей. Бар. Именно на бар, только потому что хотел меня проверить именно в зале. Потому что у него есть именно политика, да, потому что каждый должен отработать где-то, да, а не из-за какого-то его личного отношения. Все остальные официанты. Понятно? Да. А теперь переодеваться. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот мы вышли в зал, и оказывается, что я буду работать официантом. Честно говоря, после этого с человеком мне говорить как-то не особо хочется. Итак, роли поменялись. Бывший шеф протирает стаканы, а нового, управляющий, пригласил к себе в кабинет. Присаживайся. Давай, ты шеф-повар, ты говори, что у тебя сегодня по блюдам будет. Закуски, горячее, десерт, напитки. Да, все мы пока оставляем, добавляем мы десерт. Это у нас по продуктам. Как? Нам нужен продукт? А я не знаю. Так. Через пять минут я тебя жду с полным отчетом. Слава, спасибо. Итак, чем выше должность, тем больше ответственности. И нужно все проверять самому и заранее. Моцарелла, буфало, это все остается. Карпаччо остается. Бульон куриный, в принципе, ничего был вчера. Добавляем сегодня новый десерт. Десерт от Аля Сандро. Да не надо, не надо обзывать десерт от Аля Сандро. Давай назовем блюдо как-нибудь по-другому, чтобы людям было понятно. Так, хорошо. Просто и со вкусом давайте пусть будет десерт. Хорошо. Давай оставим. Так и напишем в меню. Для приготовления этого десерта нужны бисквитный корж, заварной крем, мусс и пропитка. Для бисквита мы взбиваем белки и желтки с сахаром по отдельности. Затем все смешиваем, добавляем немного разрыхлителя. Готовим заварной крем. Смешиваем венчиком кукурузную муку, сахарную пудру, яичные желтки и немного ванили. Постепенно добавляем подогретое молоко. Ягодный мусс мы просто смешиваем в блендере. Готовый бисквит можно дополнительно пропитать сиропом. Я думаю, что сегодня все с кухней будет отлично. Сандро-то особо будет руками водить, а Кирюк будет все делать. Короче, решили, знаешь, как делать? Просто бисквит, сливки, ягоды. Бисквит пропитать этим. Все. И соус нафиг. Я хотела, да. Афиг нам этот геморрой. Оливки кто-то заказывал для Карпаччо? Заказывали. Все блюда на сегодняшний день утверждены. А меню уже отпечатано. И вдруг выясняется. У нас все нормально по продуктам? Нет. Нет? Нет. А что, у нас что-то не хватает? Да. И чего у нас не хватает? У нас нет моцареллы выпало. А как это произошло? Давайте выясним, кто виноват вообще в этом. Почему у нас не хватает продуктов? Кто у нас вчера занимался составлением списка на сегодняшний день? У нас подписал сменщик, шеф-повар. Вызывай сменщика сюда. Артем! Где паршивая овца в нашем стадии? Артем! И я начал подтягивать Артема. Потому что так как он был у нас до меня шеф-поваром, и он не заказал нам этот сыр. Почему у нас не хватает продуктов? У нас не хватает продуктов. Сегодня меню уже напечатано. У нас должна быть моцарелла. Вы должны были передать или посмене ее, или сделать заявку нам на сегодняшний день. Мы делали заявку вместе с Аней, поехали на закуп вы и управляющие. Самое, что интересное, Сандро, который стоял сам на холодных закусках, и поехав на закуп, он мог этот пункт включить в список, он этого почему-то не сделал. Видимо, он просто хочет меня подставить. Ну и тем самым он действительно меня подставил. А мы все взяли? Да, все мы купили все. Точно? Точно. Сейчас что кухне делать? Я не знаю. Ты вчера был старше, шеф-повар. Как это могло произойти? Вот я тебя спрашиваю сейчас. Я вот спрашиваю вас, я потому что не знаю ответа на этот вопрос. Слушай, нельзя поменять зал? Короче, Сандро, у тебя на кухне бардак, решай эту проблему сам. Ну я думаю, что у Максима свой взгляд на все вещи. Максим решил преподать урок Сандре на самом деле, и это у него получилось. Не хочешь зал немножко? Иди сюда распормировать. Идем. Сейчас с Сандро я абсолютно не общаюсь, игнорирую полностью. Мне этот человек стал полностью неинтересен, и я не вижу его хорошим руководителем. Все эти уловки. В общем, человек довольно-таки скользкий. Управляющий сказал свое веское слово. И вину за нехватку продуктов придется разделить обоим шеф-поварам. Как вчерашнему, так и сегодняшнему. Олеся на данный момент, ну на данный период времени, пока моя правая рука, на которую можно положиться. Олеся, у тебя бармен знает, какие сегодняшние вещи были? Мы можем отдавать сейчас человека на закупку? Нет. То есть нужно придумать какую-нибудь другую закупку? Да, на поверенстве я готовлю. Придумай какую-нибудь высказку из этой ситуации. Ты сам будешь подходить к гостям и объяснять, почему у нас нету одного наименования блюда. Это нормально, это нормально, когда шеф-повар выходит и объясняет. Все готовятся к открытию. На кухне уже кипит работа. В зале официанты наводят блеск. И неожиданно, еще до открытия, в ресторане появляется первый посетитель. Здравствуйте, девушка. А не подскажете, у вас управляющий бед здесь есть или как он там? Главный менеджер. Да, да. Олеся. Посетитель пришел за два часа до открытия. Это вполне нормально в порядке вещей, если человек пришел организовать и обговорить мероприятие, на следующий день я не вижу ничего такого. Он заказал банкет на 10 человек. Я думаю, что, в принципе, наверное, мы справимся с тем, чтобы 10 человек обслужить и еще дополнительные столики какие-то. Отслужить для нас это не составляет никакого труда. Ну вот, ресторан еще не открыт, а в кассу уже поступили первые деньги. Но скоро на них появляется еще один претендент. В кабинете управляющего появляется новая участница проекта. Появилась девочка, появилась неожиданно. Когда я зашел в кабинет, она сидела в кресле у руководителя. Добрый день. Я Алина. Я Максим. Я новая участница этого проекта. Супер. Телка какая-то. С ней надо разобраться. Вы ошиблись креслом. Прошу вас сюда. А, я приехала на передачу, потому что я люблю готовить. Все. Прошу вас переодеваться сейчас. Жду вас в зале. Роль вам уже отведена. Какая роль? Вы это узнаете в зале. Понимаете, я просто пришла сюда готовить. Я очень люблю готовить. Нет. Если я говорю идти переодеваться и выходить в зал, значит, надо идти переодеваться и выходить в зал. Участники проекта готовятся к открытию ресторана и еще не знают, что у них появилась новая конкурентка. Ребят, выходим все в зал на минуту. Алин, выходи сюда. Спасибо. Привет всем. Меня зовут Алина. Мне 22 года. Я также прошла кастинг, как и вы. Надеемся, что мы найдем общий язык. Она явно пыталась всем понравиться, всем угодить. Это была не настоящая Алина за 100%. Алина была в такой маске, что на то, чтобы ее снять, потребуется немало времени, если вообще это получится. Я всегда мечтала работать на кухне. Ты мешала работать на кухне? А ты лингвист, прости, или филолог? А ты хочешь со мной поспорить? Нет, не хочу. Тогда можно побыстрее. Вы почему так себя ведете? Я вообще ничего не понимаю. Шеф, у меня овощи стоят. Можно? Дайте возможность. И уважение. Вот и не ожидайте, пожалуйста. Спасибо. Они живут уже здесь какое-то время, а я просто откуда-то с небес взявшийся человек, который приехал и заявляет о том, что привет, я участник этой программы тоже. Общение с ней, я думаю, наладится. Мне кажется, нормально. Девчонка просто не подготовлена к тому, что здесь происходит. Алина останется пока в зале, а я сейчас пойду звонить Араму Михайловичу. На самом деле Максим не знает, что ему делать с новой участницей, поэтому он пытается позвонить Араму. Но... Он не берет трубку. Просто подойди к ней и скажи, давай сегодня твоя помощь не нуждается пока. Можешь попробовать сидеть. Ну я так и сделаю. И все, и отправься. Мне, ну мне, мне лично, мне лично она тут вообще не нужна. Я не пришла сюда за этим, чтобы выяснять, кто, как, кому относится. Мне это неинтересно, мне важно другое. Мне хочется научиться делать то, что я не умею, и показать то, что я умею. Она купая, какая любая, но не будет у меня, понимаете, что ты за мной не знаешь. Не, я слова не скажу. Макс, просто пришла. Ой, что ты, че? Такая подстоя. Что не нужно? Я не могу ее допустить до работы. Итак, сегодняшний день Алина проведет в комнате отдыха, читая Флабера. Ее судьба будет решена позже. Правильно? Ну да. Арама не дозвонился. Ну вот вода. Надо почитать состав. Вода архыс. Вода минеральная, природная. Содержит большое количество йода. А йод нам необходим. Йода. А читали. До открытия ресторана осталось несколько минут. На кухне и в зале идут последние приготовления. Будьте готовы ко всему. Да, сэр. Вот теперь все готово. И ресторан Реальная Кухня открывается. Мы бы хотели с капрезом. Но капреза, к сожалению, сегодня нет. Ну вот, конечно же, сразу заказывают именно то блюдо, продукты для которого отсутствуют. Нет, ну, давайте мы добавим. Нет, все же нет, невозможно. Его просто нет. Уважаемые повара, у нас первый заказ. Добрый вечер, меня зовут Артем. Как вас зовут? Артем. Калас, как произвести, я бы старинала. К сожалению, его сегодня нет в меню. Мы можем пригласить шеф-повара, он перед вами лично извинится. Артем. 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 Ну, я... Пожалуйста, пожалуйста. Прибудьте. Я хорошо, я что-нибудь придумаю. Хорошо? Ну, пожалуйста. Я сейчас отточню. Александр, а подойдите, пожалуйста, к четвергом столику. Там гости хотят моцареллу заказать. Просите. Добрый вечер. Две дамочки в зале. И они пригласили меня как шеф-повара, чтобы я объяснил, почему у нас нет этого сыра моцареллы. Ну, я слил ситуацию на то, что у нас машина попала в аварию. Ну, машину сломали, помяли этот сыр. Ну, конечно, он не годится. Все, он полностью потерял свою форму. Они просили, умоляли, дайте нам его в любом виде. Но я не мог это сделать, потому что у нас его не было, этого сыра. Нет его просто, все. Нет? А из словного? Нет, его нет. И я им предложил другую закуску. Брускет, то есть чабаты с икрой домашней. Очень вкусно. Может, попробуйте? Я вам не вру. А почему у тебя одну порцию? Нет, честно. Вы на нас по три еду здесь? Мне было ржачно на это смотреть. Мне заставляло удовольствие, когда он выходит в зал и извиняется перед гостями за свой косяк, что у нас не было Буффало. А гости хотели кушать. Вы уж извините, я вам предложил. Вот это пози. Да, хорошо, хорошо. Они поддержали и попробовали. Им понравилось, на самом деле. Приятного вам вечера. Очень прекрасно выглядите. Спасибо вам большое. Приходите. Обязательно приходите. Остальное все искренне. Стол номер шесть. Три карпаччо. В первом курсе. Потом идет у вас суп-пюре два. Вторым курсом. Слышите меня? Вторым же курсом идет грудинка у нас. Третьим курсом волк и грудка опять. Добрый вечер. Сегодня ваш официант меня зовут Женя. Вот, прежде чем вы выберете закуски, я хотела бы вам предложить наш фирменный имбирно-цитрусовый лимонад. Выдите, да? Два. Два? Два лимона, да? В зале у меня работалось хорошо, я чувствовал себя комфортно, мне нравилось делать то, что я делал. Не считая некоторых моментов моей любви к постоянному улучшению процесса. Четвертым курсом, слышишь меня, Алиан, просто оно со вкусом, то есть десерт. Три десерта. Потому что он доносил суметь просто в действии кухни, и все было очень спокойно, если бы не Сандро. А просто и вкусно ты отнес, да? Да, да, да. Тарта сколько, два? Да. Ребята, записывайтесь. Аликана и Римана, я не записываю. Да, да. Дети себе два захода. Сандро молодец, потому что он подобрал персонал на кухне так, что даже с его плохой раздачей, кухня была прикрыта с любой стороны. Тём, я что-то не так? Артём меня зовут. Почему не так? Давай мы будем улыбаться сегодня гостям. Я улыбаюсь гостям. Ты можешь подойти, Артём меня зовут. Артём, мы улыбаемся не только, когда ты подходишь к гостям, а мы улыбаемся сразу с хода. Не так, конечно, не так, но мы не умеем. Я стоял без улыбки и решил проверить, как же наш новый менеджер справится с этой задачей. Одеть на человеку улыбку, как мы говорим. Тём, я тебя сейчас устраню от работы, и ты подставишь девочек. Это будет против тебя сегодня. Либо улыбайся, либо улыбайся. В реальной жизни, в реальном ресторане я бы его выгнала вообще. Олеся сделала всё в своём духе. Подошла резко, так, с претензией, сказала, если ты сейчас не будешь улыбаться, я отправлю тебя из зала. Но я думаю, что нормальный управленец и менеджер решил в эту ситуацию совсем по-другому. О, ла-ла! В ресторане возникла проблема. Эти клиенты не знают русского языка и не понимают меню. Но они хотят кушать. Ситуацию спасает Кирилл. Ситуацию спасает Кирилл, который дал ему курицу, а который ближний ему рыбу. Курица. Почему вы мне не ставите на раздачу, ребят? Быстрее курицу забираем, ребят? А здесь нет времени, советую. Да как времени будет? Что? Сашка, объясни, что такое? Ну, вот это вот... Тебе не нравится? Да. Между прочим, новые десерты уже заканчиваются. Гостей становится всё больше, а работа на кухне всё горячее. Новобойник. Никоторый дать. Да я, блин. Я, блин. Тейпуба, они французские, я, блин, китайцы. Я вообще сработал на французе, я. Это кто, блин? Добрый день. Строём будете? Проходите, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что ж, сегодня вечер в ресторане «Реальная кухня» удался. Зал полон и свободных мест уже нет. Вас дожидает? Нет. Вдвоём будете? Нет. С полон и свободными? Нет. У меня пока нет свободных мест. Могу вам предложить забавную стойку, подождать пока субботу. Мы выходили вот сюда. Полон и сервированы. Нет, это невозможно, к сожалению. Давайте с администратором. Это невозможно. Я администратор. Это старший администратор. Я старший администратор. Старший, да? А кто у вас старший администратор? Управляющий? Ну, он не решает эти вопросы. Пожалуйста. Вам горячий волк, господи. Сибас вместе сразу? Вместе с у панели сразу, да? Как только будет готов. В общем, мест действительно нет. Ну, а без небольшого скандала за барной стойкой дело, конечно же, не обошлось. Нормально? Справился? Нормально. Только я такой лимонад больше не буду готовить. Я буду другого делать. Нет, ты мне же дома по-другому делал. А у нас такой лимонад. Понял? Понял. Сказал мне, я заменю твой лимонад, потому что это не то, я не могу его сделать. Вот. И из-за этого, следовательно, я ему ответил. Я менеджер, я отвечаю за тебя, да, и за бар. С Олесей у нас там возникли некоторые перепалки такие легкие, но в основном он мне показал, как что. Вот шеф-повар к тебе не имеет. Я уточню этот момент. Уточни, иди к панцу, уточни этот момент. Хорошо. И ты будешь делать лимонад тот, который здесь сделали до этого, а не свой? Ну, если вдруг будет возможность, я буду делать свой. Если вдруг будет возможность. Да. А чаевые ты тоже в кассу складываешь? А чаевые ты отдельно, я надеюсь, складываешь? Нет, не в кассу. Судя по всему, в ресторане сегодня неплохая выручка. Жень. У меня, если что, у меня все есть. Сейчас, пойдем, поможешь? Да, пошел. Внимание, персонал, реальная кухня. Кухня закрыта, спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ресторан закрыт, менеджер считает выручку, начинается уборка. В комнате отдыха по-прежнему ждет решение своей судьбы новая участница. А команда как раз ее и обсуждает. Да, 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 я у нее тоже спрашивала, какое отношение к ресторанам в Лизуце имеешь. Она мне никакого... Я тебе говорю, она прям наехала на меня слетую зелень. Я ей сдержалась, да, я прям чувствовала, что это какая-то подстава. Алина заявила себя плохо. Я взяла инициативу на себя, и многих девочек все-таки настроила на хороший лад к ней, потому что многие этого не хотят. Я тебе говорю, она с таким этим, поэтому я уверена, что она не может дальше, как участник, идти с такой подачей, да мы ее сожрем. Ну вот, рабочий день закончился, и все, наконец-то, немного расслабились. Вот у меня есть Олеся, которая очень счастлива быть фотографированной сейчас. Она сморщилась, как будто бы что-то съела. О, еще больше брови друг другу. Хер посылает. Так, может быть, Максим? Максим. Давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Скажу простыми с вами бардак на кухне. Саня, ну ты же занималась, ну сделала бы это, значит, правильно. Нет, я занималась, я же по рецептуре, я бы сделала, если бы я лично делала, разрабатывала. Ну так сама бы и сделала, как бы считаешь, нужно. Нет. А как ты считаешь, из-за чего это вообще произошло? Из-за чего неправильная расстановка всего? Кто, кто, кто виновник? Здесь нет виновника, здесь изначально неправильная постановка. То есть ты тоже, значит, ты в том числе виноват. Я вообще изначально говорила... За беспорядок ты в том числе виновата? Я не понимаю, у меня такое ощущение, ребята, вы не понимаете, какая система должна быть на кухне. Как надо работать на кухне. Каждый друг другу мешает. Она еще не понимала, что, как, куда. Она старательная девочка, она знает, что надо делать, да, но ей нужно постоянно... Да каждому нужно помочь включиться. Я согласен завтра быть на кухне. Ты хочешь поменять позиции какие-то? Нет, я хочу быть на кухне. Я согласен, я согласен, чтобы ты завтра была на кухне. Давайте, Сандро, послушаем. Да, я заговорилась. Я учту твою просьбу. Ребята, я хочу вам всем сказать огромное спасибо. Я не пожалел, что я так всех расставил. Почему я Сергея убрал в зал? Я хотел, чтобы сегодня на кухне был шикарный суп. Потому что я хотел, чтобы сегодня на кухне все блюда, которые отдавались, чтобы ни одно из блюд не было испорчено. То есть ты считаешь, что он устраивал диверсии? Он устраивает диверсии постоянно, да. Так вот он и попался, да? Ну, Сергей, как я и говорил, он повар, который должен мастер-классы проводить. Если человек не может, то не может. У него своеобразный вкус, с которым, как мне кажется, не все считаются. И мнение, допустим, других участников не всегда нравится Сергею. Сегодня работа на кухне была... Жестокая, да? Да не жестокая была, она была ужасная. Непонятно, когда что давать. Ты подгоняешь вроде какой. Ничего не понятно было. Подождите, я не понял, кто без моего ведома принимает заказы? Что? Вот это кому вы отдаете? У нас есть проблема, недосчитанно, 5000 рублей нельзято с гостей. Это серьезно. Кто на этот раз диверсант? Вы бар сегодня сверили? Я почему должен раздаривать, не пойму, деньги? Два стола по номер 6. Здесь нет десертов у тебя. Они просто не вписаны. Потому что у нас десерты закончились, и я их не подавала. Ребята, вы мне даже про это не говорите. У меня 5 столов сегодня. У меня была запара. У меня выручка с 5 столов 46 тысяч. Это практически половина выручки, ну, чуть меньше, за весь ресторан. Ладно, хорошо. Я сам потом это проверю еще раз. Мы проработали десерт. Я думаю, что он был достойный, правильно? Ну, все гости десертом были очень довольны. В принципе, мы молодцы, мы справились. Конечно. Это самое главное. То есть ты у нас человек, который всегда всех хвалит? Да, это он. Алло, Арам Михайлович, добрый вечер. Это временно исполняющий обязанности, управляющий Максим. В разговоре выяснилось, что появление новой участницы – это не тот вопрос, по которому следует беспокоить Арама. За это время, пока меня не будет, может случиться некий экстренный случай, в который вы можете позвонить, посоветоваться, попросить помощи. Но я сразу призываю, если балаган сгорит, это не повод, чтобы мне звонить. У нас сегодня появилась новая участница, которая заявила, что она прошла кастинг в реальную кухню и хочет работать с нами в одной команде. Ребят, мне сейчас перезвонил Арам и сказал, чтобы мы решили проблему сами. Я думаю, сначала послушаем ее. Давайте все переодеваться и встретимся в челауте. Ребят, добрый вечер еще раз. Ребят, первое знакомство у нас не совсем задалось. Я всегда мешала работать на кухне. Ты мешала работать на кухне? А ты лингвист, прости, и филолог. Представляю вам нового участника реальность шоу «Реальная кухня» Алина. Очень приятно. Привет. Теперь, когда мы закончили работу, ты скажешь все, что ты хочешь сказать. Я рада оказаться среди вас. И мне очень хочется найти с вами общий язык. Первая шоковая ситуация, которая произошла, она уже произошла. И стоит только выдохнуть и вдохнуть. Уйти всегда можно. Отказаться от препятствий тоже легко. А преодолеть их – это, ну, что-то другое. Не смотри так на меня. У нас появился новый претендент на наши деньги. А я думаю, что, возможно, на мои. Ты уверена, что у тебя получится найти с нами общий язык? Ну, к сожалению, я пришла гораздо позже, чем вы. Ну, да. И время покажет, конечно, какой я человек. Я попала туда, куда я хотела попасть. Я никогда не работала поваром. А где вы работаете или работали, если не секрет? Я работаю как модель, как фотомодель. Ну, а когда она сказала, что она модель, то вот это вот меня вообще как-то очень поразило. Я тогда и высказал. То есть, я так понимаю, это пришла моя замена. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, чтобы ты знала просто, это твой коллега на тебя так смотрел. Скажи, ты готовить умеешь? Умею и люблю это делать. Я очень люблю это делать, поэтому то, что я не умею, я не умею. Кто согласен, поднимите руки. Оставляем. Надо дать шанс человеку по-любому. Нет, просто оставляем до завтрашнего дня. Да. Все, принято решение, оставляем. Алин, не переживай, садись на диван. Спасибо. Пока ты с нами. Ребят, сегодня мы заработали 117 тысяч 600. АПЛОДИСМЕНТЫ А общая сумма у нас 400. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь давайте лучший и худший, как обычно, Кирилл. Худший сегодня Сандра. Мало я вас сын драл, завтра у меня будет возможность. Ну, Сандра на кухне не место. Сандра вообще на кухню пускать нельзя. Лучшая сегодня Олеся, потому что вот она, который день нас всех радует. И она молодец. Олеся, пожалуйста. Худший сегодня Сандро. Неправильных людей поставил на кухне, неправильно распределил позиции. Поэтому кухня застопаривается. Лучший, Макс. Саша. Худший на раздаче это Сандра, ну, прости. Сам стоял, поэтому мне не очень было приятно, что мы так руководили. А лучший, на мой взгляд, сегодня была Аня. Минус отдам Артему, потому что, что бы ни происходило, лично нельзя нести в работу. А лучший, Максим. Худший сегодня Сандро. Извини. Аня. Аня лучше. Лучший Макс, ты. Молодец. Вырос. Мои глаза. Сандро, прости, мне было тяжело. Я еще раз тебе показываю. Три просто и три тарта. Где это? Вот. Тарт, тарт, тарт. Просто, просто, просто. Тарт зачеркнут. Да, это так зачеркнут. Да, потому что... Возьми, значит, ты вот так мне зачеркни. Хорошо? Худший Сандро, лучший Валера. Почему? Потому что он лучший. Худший Саша, потому что нужно было вовремя оценить свои возможности. Лучший Кирилл. Во время запары вообще крутяк. Лучший Олеся. Даже вообще бесспорно. Худший Сандро. От тебя все равно уже ничего не будет. Для меня сегодня лучший ты. Но с той же позиции худший сегодня для меня ты. Потому что, на мой взгляд, негатив и вот эта, которая лезет постоянно, мне уже надоело. Сандро, пожалуйста. Можешь высказать, что хотел. Ну давай, гаси. Да дай мне месть свою внутри убить, чтобы я... Я не хочу. Дай мне перебороть этот. Сам с собой уже работаю. Я выделяю Максима лучшим сегодня. Артема худшим. Потому что, прости, дорогой, но надо улыбаться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь я скажу, ребят, сегодня для меня лучший Кирилл. Худший Артем, потому что Артем, надо одевать улыбку в зале. Она была одета. Она была одета не вовремя. Давай мы будем улыбаться сегодня гостям. Улыбаемся сразу с хода. Не так, конечно. Не так, но мы ее не умеем. Результаты такие. Худший Сандро, а лучший я. АПЛОДИСМЕНТЫ Поехали домой. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Завтра приезжает Арам. Я немножко переживаю. Когда мы увидимся, я боюсь, что попадет мне. Они что, идиоты, что-то, может быть, кто хочет подорвать мой авторитет? Мне это не устраивает. Решайте сами, я сегодня еду домой. Не лезьте, не лезьте просто. Ты что, ничего не решаешь здесь? Я помыл яйца. Это правильное решение, я считаю. Я захотела. Все, покиньте заведение. Ты истерику прекращай. Давай работать. Это сыр из бычьего молока. Конечно, мы с ней шушу, и захотела ты. Человек, который сегодня покинет наш проект. И это... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова